Сегодня необычный будет видеоформат. Мы с вами будем распаковывать одну посылку. У меня вообще была очень давняя мечта. Очень-очень. Я всегда завидовала тем людям, у которых есть склонность к рисованию. У нас была вообще в школе девушка, девчонка, которая отлично рисовала. Она очень любила рисовать лошадок. Ну и вообще все ей удавалось рисовать. И я не то, что прям завидовала, я радовалась, что у человека есть такой талант. И мне хотелось рисовать что-то кроме солнышек, облачков, цветочков. Более художественно, чтобы это выглядело. И вот наконец-то, знаете, вообще все мечты у нас сбываются. Я беру свою жизнь, я уже об этом говорила, и я понимаю, что все, что я хотела, оно сбывается. Но не всегда во времени, так как тебе хотелось бы. Есть такие вещи, которые у меня там появляются, либо предметы какие-то, ну я имею в виду материальные, через какое-то время. Нематериальные тоже сбываются. То есть это вот настолько работает, и если у тебя есть какое-то сильное желание, то это срабатывает со стопроцентной вероятностью. И сейчас вообще у каждого, у кого была когда-либо такая мечта, либо тот, кто хочет почувствовать себя художником, или у кого-то есть там творческие порывы, что-то сделать такое необычное, есть у вас такая возможность уникальная. Я вам сейчас, наверное, буду, переведу камеру, буду показывать и рассказывать. Эта посылка я получила прямо сегодня, я ее не распечатывала до момента съемки видео, хотя мне очень хотелось сделать это в машине. Но Сашка мне говорит, сними видео именно о распаковке этой посылки. Вот, и она мне наконец-то пришла. Я вообще заказала две картины. Одну я заказала с совместных покупок, с нашего сайта, такого общего, саратовского. А вот эту вот картину я заказала через, непосредственно через поставщиков вот этих вот картин. Ссылку я оставлю на них в инфобоксе к этому видео, вы можете развернуть и посмотреть. Там ссылочка будет конкретно вот на эту картину и конкретно и на их сайт. Причем вот эти две картины, которые я заказала, они мне ассоциируются с тем, что я хочу в жизни себе. Я не буду, наверное, сильно откровенничать. Я думаю, тот, кто захочет и кому это нужно, может быть, кому это не нужно, просто так поймет, что я имею в виду. Вот, давайте с вами приступим. То, что я еще сама не видела. Что там? Это раскраски. Вообще сайт называется раскраски.ру. Ссылочку я уже сказала вам, я там оставлю. Так, с какой стороны у нас? С этой. Кстати, скажите, такие видео такого формата вам нравятся? Снимать вам еще или нет до момента скрытия? Чтобы было все в прямом эфире, здесь и сейчас. Если спросите, что у меня на ногтях, я знаю, что будут такие вопросы. Это лак от Фаберлик из новинок, бьюти-бокс от Марии Вэй. Мы начали сотрудничать с Юдашкином, с Марии Вэй. Фаберлик, кто знает, я работаю. Очень много здесь именно с первого канала. А это вот наклейка на ногти. Кошечка. Мне очень не понравились наклейки. И держится лак уже второй день. Я сверху покрывала покрытием. Специально. Такого формата и биль. Сама, смотрите, картина. Вот она. Называется «Ждущий ангел». Сейчас мы посмотрим, что внутри. Стань художником. Вы можете себе представить? У меня, кстати, есть еще мечта играть на пианино. Не учиться играть. Здесь написано с обратной стороны, какая комплектация. Это 4 кисточки, набор красок, натуральный холст, белая краска и палитра позволяют сделать любой цвет менее насыщенным. Но это я буду закрепить или улучшить сохранность готовой картины. Крепление для готовой картины и уровень, чтобы повесить картину максимально ровно. Содержимое хорошее. С чего начать? Вот здесь вот тоже написано. И специальные приемы. Как делать градиент плавный, рваные линии, крупные мазки и так далее. А играть я, наверное, научусь, когда у меня дети появятся. Так. Уровень, белая краска, закрепитель, крепление для самой картины и палитра, чтобы можно было смешивать краски. Знаю, что здесь контрольный лист. Я, наверное, не буду вскрывать, потому что сама картина запечатана в этом. И здесь, видите, сам рисунок. Сейчас я вас потемнее сделаю. То есть, эта картина, раскраска по номерам. Вам не нужно обладать какими-то творческими талантами. Каждый может стать художником. Здесь номера расписаны. Но это так же, как шитье. Когда тоже есть там номера, и ты вышиваешь крестиком, нитку выбираешь. И, допустим, единичка соответствует черному. Соответственно, ты должна там единички все крестиками черными сделать. Здесь то же самое. В комплект входит... Тут с обратной стороны. Видите, палитра сама. Тут контрольный лист. Все такое очень меленькое. Я, наверное, не знаю, сколько буду. Год, наверное, точно я буду рисовать. Очень все меленькое, смотрите. Вообще, рисование способствует гармоничному. Я когда была на Кри-йоге, я сейчас прохожу Кри-йогу. Кому будет интересно, вы можете посмотреть где-то в Википедии, о ней информацию. Так вот, у нас есть чакра, Вишутху чакра, которая отвечает за творческие таланты. И она много за что отвечает. И очень важно развивать именно вот эту вот чакру. А развить ее можно, ну как бы не развить, а активизировать эту чакру можно через творчество. Через рисование, через пение, через танцы и так далее. И это повышает, соответственно, женскую энергетику. Как вытекает из этого. Это красочки сами. Вот. Видите? И на каждой этой номерочке стоит. Кстати, напишите, будет вам интересно, если я буду показывать, ну хотя бы кусочками, либо сделаю нарезку в убыстренном виде, как я буду рисовать эту картину. И как вам будет интереснее смотреть, если я эту картину буду рисовать на протяжении зарисовки. Я буду снимать отдельно кусочками видео, и убыстрее вы будете видеть, как это все в процессе будет. Либо во влогах. Ну то есть это в ускоренном видео будет видно, как преображаются картины. Это как закат и восход солнца. Либо вам сделать, допустим, во влогах что-нибудь, может быть, рассказывать и рисовать. Как вам это удобнее будет смотреть и как бы вам хотелось. Так что вот такие вот штуки сейчас есть. Чего-то сейчас только нету для творчества. И причем на этом сайте очень много разных картин, разной тематики. Там есть и натюрморты разные, пейзажи. Для кухни там разные фрукты и так далее, цветы. Очень много всего. И по стоимости я считаю, если вы купите картину, во-первых, это будет нарисовано руками. Я вообще люблю то, что сделано хендмейд своими руками. Потому что в эти вещи вложена душа. Есть какой-то смысл такой. Ну то есть вещи, которые сделаны твоими руками, они обладают определенной энергетикой. Несут в себе определенную энергетику. Да, вы потратите время. И причем немаленькое время. Я знаю, что некоторые рисуют там картины по году. Такие уже вот по номерам. Вы можете себе представить, все такое очень меленькое. Рисовать придется очень долго. Но тем не менее, какое получите удовлетворение от того, что вы сделали это сами.